Добрый день, уважаемые коллеги! Спасибо большое за возможность выступить с докладом на ежегодном таком большом мероприятии. И, значит, тема моего доклада — это «Структура клетки в клетке в опухоли как фактор обеспечения лекарственной устойчивости». На сегодняшний день, наряду с развитием многих подходов к лечению онкологических заболеваний, в том числе иммунотерапии, таргетной терапии, химиотерапия по-прежнему остаётся одним из основных способов лечения опухолевых заболеваний. Однако осложняет это лечение то, что клетки часто имеют либо исходную резистентность к химиопрепаратам, либо приобретают её в процессе лечения. И сегодня химиорезистентность активно исследуется с применением молекулярно-биологических подходов, с применением биохимических подходов. Известны многие механизмы уже, которые лежат в основе формирования химиорезистентности. Сегодня к таким относятся это нарушение транспорта препарата в клетку, повышение активности АБЦ-транспортеров, которые выводят препарат из клетки после поступления, нарушение работы ферментов у пациентов, которые активируют работу препарата уже в организме. Также исследуется высокая мутационная активность опухолевых клеток, которая ведёт к адаптации опухолевых клеток и к лечению различными препаратами. И вот в последние буквально 5-6 лет активно исследуется такой процесс в опухолевых тканях, как способность образовывать так называемые структуры клетка в клетке или Cell and Cell Structure. Вообще они известны исследователям давно. Ещё с начала XX века морфологи, наблюдая, просматривая препараты в стандартный световой микроскоп различных тканей, обнаруживали такие структуры, которые они называли как глаз птицы или совиный глаз. Заморфологическое сходство с совиным глазом. И было высказано предположение, что это как бы клетка в клетке. Однако активно этот процесс не исследовался, буквально недавно начали его активно изучать, поскольку было показано, что вот эти структуры клетка в клетке образуются в основном в опухолевой ткани, практически не встречаются в нормальных тканях. Когда стали изучать этот процесс, было показано, что в опухолевых тканях встречаются как минимум два типа таких структур, так называемые гомотипические структуры, когда обе клетки, когда одна поглощает другую, являются клетками опухолевой природы, то есть эпителиальными клетками, и гетеротипические структуры, когда одной клеткой является опухолевая клетка, а другой клеткой является клетка иммунной системы, Т или Б-лимфоцит. Судьба клетки, то есть это процесс, при котором одна клетка поглощает другую без изменения её каких-то морфологических свойств. Дальше было показано, что судьба клетки поглощённой, она может пойти по любому пути. Часть клеток, несомненно, гибнет, подвергаясь лизису внутри клетки хозяйки. И поэтому этот процесс был назван клеточным каннибализмом или эндозом и активно изучался именно как один из вариантов клеточной гибели. Затем было замечено, что не всегда и не во всех случаях в опухолевой ткани клетка внутри клетки хозяйки гибнет. Также для многих опухолей было показано, что большая часть клеток внутри клетки хозяйки не гибнет, а может даже внутри поделиться или просто выйти из неё через какое-то время без каких-либо морфологических изменений и дальше продолжить своё существование. Поэтому это исследование стали уже изучать под другим углом, а именно как оно участвует в прогрессии опухолевых заболеваний. Было показано, что наличие таких структур в опухолевой ткани коррелирует с неблагоприятным прогнозом для пациента. До конца механизм формирования этих структур неизвестен. Считается, что ключевым процессом при поглощении одной клетки другой клетки является перестройка цитоскелета. Также было показано, что в этом процессе задействованы белки межклеточных контактов, разнообразные интегрины, ПАЕ-интегрины в основном, это ПАЕ-кадгирины, а также участвуют белки-активаторы джебелков, это белки из прогресс-семейства. И всё это вместе ведёт к тому, что формируются такие структуры, где одна клетка поглощает другую клетку. Были высказаны предположения на основе сделанных наблюдений, когда это происходит. Основными причинами, в результате которых наблюдается формирование таких структур, считается потеря контакта, опухолевой клетки с неклеточным матриксом, различные неблагоприятные условия, например, глюкозное голодание, воздействие токсических веществ. Также клетки могут подобным образом реагировать на различные цитокины и факторы роста. Среди возможных функций структур клеток в клетке в опухоли высказывается их участие непосредственно в онкогенезе, их участие в уходе от лекарственного воздействия и в метастазировании. Поэтому целью нашей работы было изучение возможной роли формирования структур клетка в клетке для обеспечения лекарственной устойчивости. Сразу скажу, что работа у нас только начата, и это буквально только небольшие наши первые данные. Основными задачами было, собственно, выявить эти структуры клетка в клетке, визуализировать, так сказать, в различных опухолевых линиях, изучить активность и динамику образования этих структур и скоррелировать это с химиочувствительностью. В работе использованы линии колоректального рака человека, как у 2, HCT116, HCT29. Структуру мы визуализировали с помощью электронной микроскопии, а также с помощью оптического имиджинга, с помощью лазерного сканирующего конфокального микроскопа. Использовали различные флуоресцентные красители витальные, а также иммунстохимические подходы. Почему мы стали исследовать эти структуры именно на колоректальном раке? В нашей лаборатории уже давно ведётся работа с клетками колоректального рака пациентов, которые мы выделяем непосредственно из опухоли пациентов. И вот в процессе работы нам было замечено, что ряд клеток формируют какие-то непонятные пузыри, которые плавают, и, в общем-то, это не мешает клеткам жить. Они прекрасно живут, садятся на пластик. Опять-таки от колоний, которые растут на пластике, отпочковываются такие же пузыри, которые дальше уплывают, дают начало новым колониям. В общем, это им жить не мешало. И часть других клеточных линий таких структур не образует. В общем-то, мы смотрели и думали, они похожи как будто клетка в клетке. Так, собственно, и стали искать информацию по этим структурам. И вот мы тогда заметили, что они лучше себя чувствуют, читали. Да, действительно, эти линии, которые формируют клетки в клетке, они живут порядка 38 дней в культуре, в то время как другие порядка двух недель. Дальше мы исследования свои проводили уже на клеточных линиях, которые у нас в работе есть. Пять клеточных линий колоректального рака пациента. И вот одна из них, как вот два, она отличается таким специфическим поведением, а именно она способна образовывать такие структуры и очень напоминает по своей морфологии клетки, полученные из-за непосредственной опухоли пациента. С помощью электронного микроскопа нами были визуализированы эти структуры. Вот здесь на картинке представлена структура из трёх клеток. Вот снаружи большая клетка-хозяйка, вот это её ядро, и внутри две поглощённые клетки. Одна клетка со своим ядром и вторая клетка со своим ядром. При этом клетки сохраняют свою нормальную морфологию, то есть никаких признаков пока гибели у них не наблюдается. Отдельно представлены увеличенные участки, на которых виден тонкий абодок цитоплазмы, клетки-хозяйки, которая окружает две другие клетки. Ну, в общем, наши специалисты по электронной микроскопии точно верифицировали, что это действительно клетки в клетке. Дальше с помощью оптического имиджинга мы подтвердили наличие этих структур. Слева представлено изображение. Это серия сканирований по глубине. Тут порядка 12 слайдов с интервалом 2,5 где-то микрона. И вот здесь сбоку представлены поперечный и продольный срез вот этой клетки. Здесь синенькая клетка, внутри зелёный. Это мы брали суспензию клеток, делили её на две части. В одну часть добавляли зелёный краситель CFSE, витальный, в другую синий, так, виолет. Затем они у нас сидели на неадгезивном пластике некоторое количество времени. И мы их снимали с промежутками, чтобы визуализировать, как одна клетка поглощает друг другу. Вот здесь картинки, значит, реконструированные. Это продольный срез, поперечный срез видна, синяя клетка, окружённая цитоплазмой, зелёной клеткой. Здесь поперечный срез. Тоже мы визуализируем и подтверждаем, что это действительно клетки в клетке. А вот здесь видео, видео 1 и видео 2. Их можно в любом порядке запустить. Запустите, пожалуйста. Ну, здесь видно, это серия фотографий. Вот здесь вот зелёненькая клетка поглощает, две синенькие. Здесь вот синенькая уходит из зелёненькой. Сейчас она выйдет из неё. Вот она из неё вышла. Тут немножечко местами уходит фокус, потому что это снималось, ну, часов 5 или 6. Вот второе видео здесь, вот в этом углу. Сейчас синяя клетка зайдёт в зелёную. Вот она в неё зашла. Теперь она из неё сейчас выйдет. Что-то ей там не понравилось. И зелёная зашла в синюю. Ну, то есть таким образом мы видим, что вот эта роль быть поглощённой клеткой или поглощаемой, она, видимо, генетически недетерминирована. Они все так способны как входить в клетку, так и выходить из неё без повреждений. Дальше мы проанализировали несколько клеточных линий. Здесь представлены три КАКУ-2, ХЦТ-116 и ХТ-29. Проанализировали у них способность формировать эти структуры. Было показано, что вот на примере линии КАКУ-2 уже через 12 часов у нас порядка 18% культуры представлено вот этими структурами клетка в клетке. В то время как для линии ХЦТ-116 это где-то в районе 3%, а ХТ-29 там и вовсе только через 24 часа не дотягивает до 1% по сути. Если сравнивать с химиочувствительностью к самым распространённым препаратам, которые используются для лечения колоректального рака, это РИНТК, Ноксолеплатин и 5-фторурацил, то проанализировать химиочувствительность к этим препаратам. Также было установлено, что вот эта линия КАКУ-2, которая формирует эти структуры, является самой устойчивой, в разы устойчивее, чем две другие линии к этим препаратам. Дальше у нас в работе были уже линии ХЦТ-116 с приобретённой лекарственной устойчивостью. Они нами были получены для других целей и задач, но поскольку уж они у нас были в работе, то мы их проанализировали тоже. Это линия ХЦТ-116, адаптированная к 5-фторурацилу. То есть мы её ввели на низких дозах препарата, постепенно повышая дозу препарата. В течение больше 6 месяцев было установлено, что химиоустойчивость у них повышалась в результате вот таких воздействий. То есть если исходно полулетальная концентрация для ХЦТ-116 составляла 3,16, то для адаптированной линии это было порядка 48,93 микромолей. И проанализировав на наличие вот этих структур, здесь представлено изображение окрашенной дапи, соответственно, и фалоидином, которое локализуется в основном по мембране клеток, также было показано наличие этих структур в адаптированной линии. И этот процент составлял порядка 24% в адаптированной линии по сравнению с 6% в исходной линии, с 5-6. Таким образом, предварительные выводы в результате нашей работы были сделаны следующие, что из трёх проанализированных клеточных линий, линия КАК-2 является наиболее активной в отношении образования структуры клетки в клетке, и она же является наиболее устойчивой. Я благодарю вас за внимание и благодарю всех, кто участвовал в выполнении этой работы в нашем институте. Данных у нас пока набрано мало, у нас это только начальное исследование, но нам это представляется очень интересным и перспективным, поскольку также эти структуры мы спокойно можем наблюдать даже на гимтоксилино-иозиновых срезах, то есть это может легко войти в практику для предсказания какой-то возможного ответа пациентов на лечение тем или другим препаратом. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...